Сегодня 75 лет с начала блокады Ленинграда. Город на Неве находился в осаде 871 день и за это время, по разным данным, от голода в нем погибли от 600 тысяч до полутора миллионов человек. Еще полтора миллиона жителей удалось вывезти в тыловые районы, в том числе и в Чувашию. Об одном из самых ярких в истории примеров дружбы народов. Милосердие и единство в нашем сюжете. В годы Великой Отечественной войны в Чувашию из Ленинграда и области эвакуировали более 12,5 тысяч человек. Для детей блокадников открыли несколько детских домов. До сих пор непонятно, как маленькая Чуваша смогла разместить, обогреть и накормить столько народу. Но в те времена делиться последним куском хлеба было в порядке вещей. Не было кушать, все равно мы детдомовцев, ленинградцев носили одну картошку или что-то. Ну, что есть, для кушания тоже помогали. Ну, не помогали, а делились. Детский дом ленинградцев разместился в селе Ишаки Чебоксарского района. Выхаживали ребят всем миром. Женщины, работавшие в детдоме, не только несли обездоленным детям еду, но и делились душевным теплом. Несколько сирот обрели здесь любящие семьи и до сих пор живут в Чебоксарском районе. Одна из воспитанниц, Люся Дороненко, после снятия блокады уехала было в Ленинград. Но вскоре вернулась. Директор Ишакского детского дома, участник войны, молодой педагог Василий Сорокин понял, что не сможет без нее жить. И ни разу за всю жизнь Людмила Ивановна не пожалела, что променяла почти столичный Питер на Чебоксары. Ну, это как бы моя вторая родина. Сколько лет я уже здесь? 70 лет. После войны ленинградцы несколько раз приезжали в село Ишаки. До сих пор вспоминают они военные годы и всех жителей Чувашии, научивших их дружбе и добрососедству. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok